Молитесь, Игнатий. Без истления Бога, Твоего, Родишу и Сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Ту, Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресы измертые, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пресчистой Твоей Матери, силы щаснагожетворящего креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых помилуй, спаси нас, яко благое си человека любец. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешным. Создав имя, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитву святых, отец нашей, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Боже, очисти меня грешным, яко не кори же благое сотворив пред Тобою. Но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу ста моей недостойного, схвалю имя Твое Святое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешитель, души истинные, иже везде сей, вся исполняя сокровища благих и жизнеподателем, прииди вселисованные и очистенные от всяких скверных. Спаси блажи души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый посети и исцели немощи наше. По имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже если на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущенный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы отставляем блажняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука в огонь, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Оставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню пьемте сильной. Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас. Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и ко его же деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. С навостав, благодарю Тебя, Святая Троица. Я говорю, благо, 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 терпение. Не прогнился на меня ленивый и грешный, не погубил меня с обеззакониями моими, но человеколюбствовал, если обычно, и в нечаянии лежащий, и говори, умеясь, твое же утро, и те словосло, и те державу Твою ныне, владыка. Просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поущайте со словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя Твоя, Царь и Сына, и Святого Духа, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, Христу Цареве, Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Семьдесятый Псалом На Тебя, Господи, уповаю, да не посажусь вовек. По правде Твоей избавь меня, и освободи меня, преклони ухо Твое ко мне, и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя Ты. Боже мой, избавь меня из руки нечтивого, из руки беззаконника и притеснителя. Ибо Ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы. Ты извел меня из червы матери моей, Тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но Ты твердая моя надежда. Да наполнится уста моей хвалою, чтобы мне воспевать славу Твою, всякий день великолепия Твою. Не отверни меня во время старости, когда будет оскудивать сила моя, не оставь меня. Ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою, говоря, Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего. Боже, не удаляйся от меня, Боже мой, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестьем ищущим мне зла. А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, да коли я возвещу силы Твои роду сему, и всем грядущим в могущество Твоего. Правда Твоя, Боже, да превыспренних, великие дела садил Ты, Боже, кто подобен Тебе. Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из безземли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня, и из безземли выводил меня. И я буду славить Тебя на псалтыре Твою истину, Боже мой, буду воспевать Тебя на гуслях, Святой Израилев. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. И язык мой всякий день будет возвращать правду Твою, ибо постажены и посремлены ищущие мне зла. Боже, даруй Царю Твой суд и Сыну Царя Твою правду, да судит праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде, да принесут горы мир людям и холмы правду, да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя, и будут бояться Тебя, да коли пребудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. В одни его процветет праведник, и будет обилие мира, да коли не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут перед ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народу будут служить ему. Ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавят души их, и драгоценно будет кровь их перед очами его. И будет жить, и будет давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор, плоды его будут волноваться, как лес на ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его благословенно, вовек, доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословлятся в нем все племена земные, все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы его в век, и наполнится слава его вся земля. Аминь и аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой, и Господь Иисус Христос по Своей многу любви сошел на землю и воплотився, чтобы спасти всех. И снова Спаситель. Спаси меня благодатью Твоею. Молю Тебя. Ибо если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедротах и неизречены в милости. Ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смертью вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да умеется мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело правдущих меня. Но это вера, да будет прежде всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да я ведь причастникам славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что отторт мне от Твоих рук и оградой, но или хочу спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты, Бог мой, очарил Матери моей. Сподобие меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда-то свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился с оттенепрещающему. Особенно же, потружусь за Тебя, Господа и Бога моего, Иисуса Христа, во седние жизни, ныне всегда, веки веков. Аминь. Аминь. Подними ребенка-то, что же делать? Она не встает, она ее поднимает, она не встает. Так, ну-ка иди сюда, на кровать сядь, там холодно на полу. Сказал, сразу идет, как не ослушается. Подними туда ее. Вот так, сиди здесь. Холод такой на полу сидит, я же не могу тут отвлекаться на Вас. Святой Ангел, поставь на хранить мою бедную душу, несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону починить меня себе преобладание утосмертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедную душу и тело, прости мне все, чем я скорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не принимать Бога никаким грехом и молить за меня, Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом достойно своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня смиренного несчастного раба твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения. Вдольце скверны, лукавые и хуйны помыслы из закаянного моего сердца и помраченного ума моего. И погаси плавя моих страстей, ибо я убог несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляет все роды, и предчисто имя Твоя славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божьи, Игнатий Владимир, Надежда, Гликерия, ибо мы усердно к Вам прибегаем, к скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, якородила Иси Христа спаса и избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила щаснагожа утворящего креста Господня, не оставь нас грешных уповающих на Тебе. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояния Твое, победа на сопротивные дары, и Твое сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей и сродника, благодетели, митрополита Иллариона, епископа Евтихи, Бениамина Агафангела, Диамида Тихона Антония, священария Акима, Павла Геннадия, Сергия, Сергия Василия и Иоанна, Михаила Наума, Кирилла Амруся, Вадима Зосима Андрея, Максима, Владимира и Глеба не дай погибнуть, Диаконов Евгения Александра Михаила Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта Франциска Корниля, Александра Деодора, митрополита Тихона, и весь священнический иноческий чин, и высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священник этого года тебе, если смири власти воинства, наведи страх на них и через них сотвори благое от церкви твоей, побуди их издавать мудрые законы, дабы дали достойно жить людям, дабы было еще уделять нуждающимся и сохранив от покушения на них Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана и дару мира Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас, Господи, ценить это мирное время и приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от тебя. Слава тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить дарованное тобою таланты. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников, и все и день сохранять всякого рода зла и греха и от непосильных искушений. Защити, Господи, жилища наше здесь и в селении нашем от пожара, воров, нечистой силы и живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серапима, Владимира, брати. Посвяти, благослови, болящую Людмилу, любовь, Владимир, Алексей, Иосифа, прищи добрых жителей с детьми, любящими, знающими уставы твои, сохрани школу, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никитовича, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алифкину, побуди всех на проповедь Евангелия, спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анна, Юрия, Рахиль, Езру, Русика, Тимур, дай веру, Самир, благослови, приведи к полному познанию истины, поси и помилуй, Екатерину, Екатерину, Галину, возри на угрозы врагов, на все, что они делают, пакости, створят, умягчи их сердце, примири с нами, в студный день не помяни их безумия, и ты уже усмиряешь, Господи, показываешь, в какой тишине мы прожили это лето, слава тебе, благослови благодетели наших, воздаем здесь, в вечности добром, Елену, Людмилу, Борзин, Евгения, Наталью, Юрию, Надежду, слава тебе, Боже наш, слава тебе, я от пьянства избавлю Павла, Михаила, Андрея, Владима, Александра, Игоря, и помяни все наше радость с тобой, дайки Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марии, Татьяну, путешествуй, Шараисов, два Виктора, благослови, посети болящих, дай силу перенести безропотно страдания, и пошли мы с селения, Валерия, Илариона, Кирилла, благослови, Акима, Алексея, Игоря, Людмилу, Надежду, Татьяну, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Александру. Благодарю тебя, Господи, за друзей, за врагов, за здоровье, за болезни, ибо по твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Аллилуйя. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, и же с верой и надеждой на воскресенье жизнь вечную, отошедши от жизни все родители-стройники, благодетели всех православных христиан. И сотворим вечную память, вечный покой. Ну, а представлено Виктор, Господи, что можно сделать для него добро? И нас помилуй, милости Твоей я ради. Господи, сохрани наше сокровище в интернете и книге, здесь и в пути, и трудящийся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктору, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, Содружество, Его благослови. И обрати к спасению Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Тебе, наш Бог и Его, Авва, Отче! Свят, свят, свят Господь Савао! Вся земля полна славы! Его, Аллилуйя! Слава Выши Богу! На земле мир в человека благоволение! Благодарю Господа за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю за день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов на каноны церкви, как на истину! Аллилуйя! Воздай вещи всем, кто трудился над моей душой и ее возраст станет в Тебе! Мария, Степана, Александра, Михаила и Анну, благослови! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими! Благослови и воздай добром всем помогавшим вам путешествиям нашим! Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу! И посеяно все возрасти в обильной мере! Слава Тебе, Боже наш! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне греши! Благодарю Тебя, мой ангел, столько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей! Прошу Тебя, добрый мой ангел-хранитель, не покинь смертный час, когда душа будет разрушаться от тела и проведи душу мою помытарством страшным и непонятным и веди ее навеки в вечное Царство Христа Бога нашего! Аллилуйя! Аминь! Иоанн, креститель предтеча Христов, моли Бога о нас! Научи нас, Господи, жители в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать и быть во всем экономным, дабы было еще уделять нуждающимся! И каждому даже жилье Сергею Гавриилу! Святитель Христов Никола, мерлитийский чудотворец, моли Бога о нас! Благодарю Тебя, Никола, за помощь во многих делах! Аллилуйя! Морите Бога на святые пророки Божии! Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Но Иосиф, Патриархи, Ездра, Нееми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрохи, Пророк Михеев Рам и Саакьяков, Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь свою, Дебы день прихода Твоего, Господи, И нашего отшествия Не застал нас с Неготовыми, Но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, С горящими светильниками Истинной веры И сосудами, Полными ли добрых дел, Соделанных Духи Святом С любовью, Аллилуйя! Молите Бога о нас, Святые Ангелы и Архангелы, И Херувимы и Серапимы, И все небесные силы, Престолу Божию предстоящие! Аллилуйя! Молите Бога о нас, Святые Мущеньки и Мущеницы! Игнатий Богоносец, Поликарм, Смирский, Устин, Философ, Космай, Дамиян, Андрей, Стратилат, Иерон, Мущеник, Клемент Римский, Клемент Анкирский, Анфим, Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, Сорок святых Мущеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Венимир, Иосиф Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на чертание зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину, дай веру, соши родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Благослови Господа Терентия, Екатерина, и здесь, Иеремею, Василису, и Елисавету. И нас помилуй, милости Твоей я ради. Аминь. Молите Бога о нас, цитаты отцы Василия Великий, Григорий Богослов, Иоанн Затауз, Апанасий Великий, Ипрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий, Антоний Феодосий, Карилий, Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серапин Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий Николай, Макарий Алтайский Филарет, и все перевозчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да дарует Господь милость свою и сохранит нас в святой православной вере, а замосте ретиков, Господи, развей и растащи, и в ничто преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёка первомущенца, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитоя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна Устина, Да дарует Господь женам и девам Послушание и молчание, Соломудрия и стыдливость Женам и девам, И сохрани их От всяческого поругания, Исправь непокоривость Галины Семейства его, Ее Евгения, Надежда, Надежда, Людмила и Анны, И прими, Господи, Нашу молитву, Воздияния рук, Как жертву вечернюю, Благоухание, Приятное перед престолом Благодати Твоей, Владыка, И соедини наши молитвы С молитвами всех святых, Молящихся к Тебе, Боже, на небе и на земле, Будь милостив к нам, Господи, Услыши и исполни Молитву всех, Молящихся о нас Во благо нам, Любящий наш Отец Небесный, Ради голгофских страданий Сына Твоего Единородного Господа И Бога нашего Иисуса Христа И пролитой им крови, Прими нашу молитву, Владыка, За всех, За победавших нам, Молиться о них, Спаси их, Господи, И помилуй, Аллилуйя, Говори, Господи, Владыка, Слушайте, Да слышит раб Твой. Аминь, Доброе утро всем, Аминь, Аминь, Доброе утро. Сейчас будем слушать, Я не серьезно считать буду. Посмотреть тут очень внимательно, Слушать, Какие вопросы? Продолжение следует... Слушайте, Какие вопросы? Какие вопросы? Какие вопросы? Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Книга «Открытым оком», том 9, вопрос 2259, тема «Смерть». Митрополит Виталий в таком преклонном возрасте, 93 года, не мог же не понимать, что работник-то он уже вовсе никакой. Что же думают те, кто подбивает его держаться за свое место и вновь начать рулить? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Конечно, те, кто его хотел снова видеть на коне, они это делали от крайней безвыходности. А что делать и к кому прислониться? Третья книга Ездры, 12.42 Ты один из всего народа остался нам, как гроздь от винограда, как светильник в темном месте, и как пристань и корабль, спасенный от бури. Письмо. 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 «Повесно, лживость, равнодушие, попрание святой веры, проповедь ереси и суеверий. То есть на то, чем так славен наш в конец обезумевший мир. Как только появилась возможность, мы без промедления покинули беззаконную патриархию, чтобы присоединиться к истинной церкви-изгнаннице РПЦЗ. Это наше соединение произошло просто, легко и органично, в чем явно виделась воля Божия. Остается только с горечью заметить, что после собора 2000 года вместе с текстуальными и идеологическими ошибками этих документов в нашу церковную жизнь вошла ложь. Впервые в РПЦЗ от нас потребовали наступить на собственную совесть, поступиться с истиной. Из уст при освященных стали исходить страшные слова. Кому не нравится, тот может уходить. Таких слов Христова Церковь до сей поры не знала. Но вот среди этого безумия прозвучал ваш твердый голос, и мы узнали его. И теперь измученный церковный народ, тот народ, у которого пытались изнасиловать совесть, вопиет к вам. Радуйся, наш архипастырь, мы вместе, мы едины. 78 подписей. Придворным стать поэтом, что страшней, безвкусней, не предвидится в кошмарах. Родную мать под выстрелы Шаран Пнель, не в грош он не поставит дружбы старой. Так, простите, родную мать под выстрелы Шаран Пнель. Шаран Пнель, будь у мать ставит, если он никогда не видал этого слова. Оль, не слышу тебя, не помогу. Шаран Пнель. Шаран Пнель. Шаран Пнель, это осколки летят, ты же военный. Какой же я военный-то? Так, еще раз. Придворным стать поэтом, что страшней, безвкусней, не предвидится в кошмарах. Родную мать под выстрелы Шаран Пнель, не в грош он не поставит дружбы старой. Что скажет ли заблюдали хадей, куда укажет, куда укажет партия смутьянов? Какой напишет гимн для нехристи людей? Зато нос... Не слышу. Какой, никакой? Такой, напишет гимн для нехристи людей. Зато нос в табаке и вечно пьяный. Всю жизнь сознательно он душеньку корежит. В эпитетах, сравнениях морщит лоб. Местами поменяет правду ложью. К казне господствующих присосался к лоб. Стихи и... Так, подожди, ты вот пишешь впереди. С буква есть, С предлог. Почему ты его выбросил, мне непонятно. Поменяет правду с ложью, а не ложью. Смысл абсолютно противоположный, без одной буквы. Почему выбрасывает, мне это непонятно. Еще раз. Всю жизнь сознательно он душеньку корежит. В эпитетах, сравнениях морщит лоб. Местами поменяет правду с ложью. К казне господствующих присосался к лоб. Стихи и проза. Жар зовут морозом. В ладошке хлопают рифмованные строчки. В мозгах, в учебниках, занудную занозой. Блудниц восхвалит, честных опорочит. С утра до вечера эквилибрист и шут. Заискивает спереди и сзади. На неповрежденное закручивает жгут. Усердно пудрит детские тетради. Куда событиями ветер не подует. В каких бы катаклизмах ни трясло. Он треплет языком, нахваливает в суе. Такая уж профессия, к жратве и ремесло. Не человек, а бог, отец всем континентам. Усатый гуталинщик даст им блин. Сменилась власть. Стихи с иным акцентом. На Рождество он с боссом приполз в Иерусалим. Стал бесхребетной тварью и обмылком. Блудливо нацепляет в темноте очки. Грабительству, тиранству, в гимнах пылких придворов на компьютере строчит. Не дай нам, бог, душою торговать. Ну, здесь отпечатка, как на дай нам. Не дай нам, бог, душою торговать. Вилять хвостом и нос держать по ветру. В предсмертный час им коротка кровать. И душу понесут не ангелы, а черти. 7 июня 2004 год. Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я скажу, Сергей, Павлович, ты не бросай, вот уходишь, а тут у меня идут и такие пропуски. Я вот когда насчитывал Библию, другие, одна дорожка 2 часа 20 минут. Вот я 2 часа 20 минут всегда без перерыва считал. Возьми хотя бы вот это. Притом это ни одна, ни два, а сотни роликов. Это видно, что насчитывал. Файл это 2 часа 20 минут. Без перерыва. Ни одного перерыва не сделал за 5 лет. Поднатужься, тогда лучше будет. Не так просто, Игнатий Тихонич. Я же записи введу, нарезаю. Зачем вам черновики-то выставлять? Мы же говорили про это. Никто так не делает. Ни в одной телевизионной студии. Вам Бог дал. Нет, я не могу. Простите. 2 часа читать без перерыва. Не могу. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Вопрос 2780, том 13. Тема смерти. Говорят, что верующие у гроба, умершего, ощущают, что умерший что-то как бы видит. И черты лица, хотя и не живые, но отражают что-то неземное. Почему же не верующие ничего этого не видят, а в некрологах только пишут о тяжелой и продолжительной болезни? Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Верующие не только ощущают, но и видят иногда, как в путешествии Пилигрима Джон Буньян описывает. И сами умирающие видят невидимое стоящим. Книга «Деяний» 7.55. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего лесной Бога. Вот как описывает смерть Александра Сергеевича Пушкина, его ближайший друг и поэт. Он лежал без движения, как будто по тяжкой работе, руки свои опустив, голову тихо склоня. Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманием, мертвому прямо в глаза. Были закрыты глаза. Было лицо его мне так знакомо, и было заметно, что выражалось на нем. В жизни такого мы не видали на этом лице, не горел вдохновение пламень на нем, не сиял острый ум. Нет, но какой-то мыслью, глубокой, высокую мыслью было объято оно. Но мне снилось, мнилось о мне, что ему в этот миг предстояло, как будто какое видение, что-то сбывалось над ним, и спросить не хотелось, что видишь? 1837 год, Василий Жуковский. В Акафисте «Слава Богу за все» в Кандаке 12 написано, цитата, «Я видел много раз отражение славы Твоей на лицах умерших, какой неземной красотой и радостью светились они, как воздушны, нематериальны были их черты. Это было торжество достигнутого счастья, покоя. Молчанием они звали к Тебе. В час кончины моей просвети и мою душу, зовущую Аллилуйя. Нас время лечит каплями забвения, Хотя и ноют шарамы по ночам. Боль отдаляется, свидетелей все меньше, и тех, кому за муки отвечать. Забвения, дар, которым засыпают, Кровоточащие страдания пылинкой, Тушуется в деталях наша память, И корку цементирует песком и красной глиной. Но есть незаживающие язвы, И чем они свежее, тем доступней. Трагедию Иисуса представляем ясно. Пробиты блани, бок и прободены ступни. Тираны бередят, чтоб исцелиться, К ним прикасаются, кто веры чудной жаждет. И просветляются запачканные лица, Белее снега, бывшие чернее сажи. Струится кровь, и в нас втекают строки О добровольных муках властелина. И делается узким путь широкий, Где пьяный рев бы, там святые гимны. Наверное, был. Где пьяный рев был, там святые гимны. Забвение невластно и преступно, Страдания и боль Христа, как бы сегодня. Смерть не смогла навеять запах трупный И неподвластно времени и моде. Кровь в чаши поднимает архипастырь, Птенцы орлиные слетаются к святыне. Окроплены той кровью были в Пасху, Та кровь текущая и в холод не застынет. Боль и отчаяние лезут на Голгофу, Гордыня опрокинута, Сраженная страданием. Вновь молот падает в тысячелетний грохот, И при сном матери беззвучные рыдания. Забвение безысходности исчезает, И память о воскресшем обновится. Мы осоляем раны те слезами, В крови омытому взойти на небо чистым. 22 июня 2005 год. Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Том 13. Вопрос 2797. Тема «Смерть». Писали, что погибшего в автокатастрофе губернатора Алтайского края Евдокимова Михаила отпевал официальный епископ Алтайский Максим. «Разве это можно было делать с нечленом церкви?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Членства в православной церкви нет. Там самый находящий проходной двор Тысячу с лишним лет. Главное, чтобы покойник был крещён в православной церкви. И чтобы родственники официально не были против отпевания. Православное отпевание, слово-то какое, осколок от слова «воцерковление». Как будто от пьяного языческого застолья ничего не гарантирует, как у католиков, а так для самоуспокоения, чтобы было, как у людей, чтобы сделать всё как положено. Но прислал телеграмму соболезнования патриарх Алексий II в конце. Цитата. «Душа его во благих во дворица и память его в рот и рот. Личные местоимения о себе мне патриарх пишет с большой буквы. Если бы было положение душа его да во дворица, если бы было пожелание, простите, душа его да во дворица, да во дворица, вопросов нет. А тут уверение, что непременно душа артиста и губернатора во дворица в раю и оттуда вроде бы будет подавать добрые советы новой администрации от президента. Что это, как не играя обольщения? Второе послание Петра 2.19. «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побеждён, тот тому и раб». В Алтайской миссии номер 8, наверное, май, что ли, я так понимаю, страница 1, цитата. «Епископ Барнаульский Максим с сомном клириков совершил отпевание новопредставленного раба Божия Михаила. Одним из самых трогательных моментов в церемонии прощания стало исполнение малоизвестной песни артиста и политика «Я ещё вернусь, вздрогну и проснусь, песнями до вас дотянусь». Его знали и как народного артиста, кинорежиссёра и писателя. «За год работы в администрации он много сделал для православной церкви». Конец цитаты. Библия же предупреждает Ефесянам 4,14, «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Бог тайной окружил вокруг себя, не объясняя подданным, где финиш, и потому с тревогою глядят нас кратковременных неужто ты отринешь? И строя планы на года вперёд, не ведаем, что к ужину повестка нам бык бойцовский встанет поперёк, освобождая для другого места. Гадают о судьбе, о том, что ждёт, а после каются, страшась примет похожих. И в чёрный ящик прерванный полёт, когда свой серп смерть выхватит из ножен. Мы, запершись привычно о нём ко сну, не ведая, что бодрствующий смотрит, в висок костлявая с размаху хочет пнуть, впихнуть в некролог к неизбывной скорби. И потому священное писание от пресносущего сошедшего с небес надменность нашу рушит и кромсает самонадеянный, тщеславный есть слепец. Никто о завтрашнем не скажет достоверно, дрожащую кичливость возвещая, и потому, молясь, отвергнем скверну, не пропустив глаз с неба между ушами. И каждый день, считая за последний, вовек не согрешишь, всё не моё, то абсолютно точно, а не сплетни, разбита чаша, из которой пьём. Неведенье, наш козырь к доброте, готовность снять шатёр, уходимую в вечность, за искупление гимн Христу пропеть, нигде никак Иисуса не отречься. Бог, окружённый тьмой, непознаванием, свет пресносущий, сущий Иегова, всем победителям даст новое название, и это имя будет в послесловье. 30 августа 2005 год Игнатий Лапкин Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга Открытым оком Том 14 Вопрос 2888 Тема Смерть В воскресенье Из мёртвых Каждый будет в своём теле. Мужчина в мужском, а женщина в женском. А значит, у каждого будут половые органы, свойственные полу. Но зачем они им там? Они же будут там, как ангелы на небесах. Или же воскресшие будут однополые. И зачем людям будут нужны зубы там? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Что и как будет в вечности, знают только те, кто не знает Писания. А знакомые с Библией будут внимательны к словам Духа Святого. А Он вот что говорит. Первое послание Коринфянам 2.9. «Но как написано, не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Марка 12.25. «Ибо когда из мёртвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах». Евангелие от Луки 20.36. «И умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения». «В загробном мире личность узнаваема». Евангелие от Луки 16.23. «И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его». «И если питания плотского там не будет, то не только зубы, но и печень селезёнкой для чего нужны?» «Человек будет во всей целости, в своём образе, но в изменённом, нетленном всё будет при нём». 1 Коринфянам 15.54. «Когда же тленное сие облечётся в нетлене, и смертное сие облечётся в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «поглощена смерть победою». «Более всего заметна потеря в волосах». «Лысеют», «плешивеют». Евангелие от Луки 21.18. «Но и волос с головы вашей не пропадёт». 1 Иоанна 3.2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но ещё не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». У мужчин есть груди соски. А для чего они? Растёт волос в иных местах, и не объяснит никто, для чего он там. 3 Ездры 7.32. «И отдаст земля тех, которые в ней спят, и прах тех, которые молчаливо в нём обитают, а хранилище отдадут вверенные им души». Книга Откровений 20.13. «Тогда отдало море мёртвых, бывших в нём, и смерть и ад отдали мёртвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим». Это мы привыкли думать, что один орган красиво выглядит, а другой не столь благообразен, его даже срамным называют. И так в Писании написано. «Но Бог сотворил человека совершенным, и нет в нём недостатка». 1 Коринфянам 12.24. «И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение». Второзаконие 25.11.12. «Когда дерутся между собою мужчины, и жена одного из них подойдёт, чтобы отнять мужа своего из рук бьющего его, и, протянув руку свою, схватит его за срамный уд, то отсеки руку её, да не пощадит её глаз твой». В раю мужчина будет мужчиной узнаваемым. Вот как в видении виден пророк. Вторая книга Маковейская, глава 15-16 стихи. «Тогда Иеремия, простерши правую руку, дал Иуде золотой меч, и, подавая его, сказал, «Возьми этот святой меч, дар от Бога, которым ты сокрушишь врагов». Небесная тематика по этим вопросам закрыта для всех, но там назначение органов будет не таким. Книга Бытие 2.25. «И были оба ноги, Адам и жена его, и не стыдились». Противоестественным наполнена земля, дающая естественно питание. Вот по ступеням пыжится свинья, вползет на должность и бесследно канет. По естеству, по первому в раю, душа по образу Создателя вдохнула. Невременный был в кущах там приют, но змей загнал Адама с Евой в угол. Противоестественно хитрец заговорил, сомнения в словах Творца нащупал. У змея явится затем семь страшных рыл, из пасти дым отрава адский жупил. Противоестественно менялось естество, естественным казалось извращение. Пришлось выравнивать молитвой и постом, и фиговый листок вдвоем менять на щели. От прежней памяти у нас одни лохмотья, грех словно моль гырявит нам мозги. От райского нет и делянки сотой, от прошлого пейзажа лишь жалкие мазки. Куда ни глянь, бесповоротно глупые, естественно, по-скотски от дедов, что вечное не рассмотреть под лупу, бессмертное за смерть Адам продать готов. В нас две природы бьются без конца, божественная, райская и смерть. Нам взвешивать, спасаться на весах, как и в раю, кому спешим проверить. С небес сошел Сын Божий, воплотился, расторгнул узы смерти и воскрес. Кровавый пот с разбойниками виселицы потом для христиан священным станет крест. От Духа Божия рожденные живут, не умирая в вечном естестве. Христос есть истина и жизнь, и чудный путь. Лишь в Церкви Божией есть вечность во Христе. 30 ноября 2005 год Игнатий Лапкин Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 16, вопрос 3085, тема «Смерть». «Почему не всем людям отпущено одинаковое время жизни на земле? От чего это зависит?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Только от Бога. Но нам Бог дал власть распоряжаться отпущенным нам по воле Его или по своей воле». Средний предел жизни в настоящее время в России у мужчин 58 лет, а у японцев 82. Считаю, что японцам помогают морепродукты, хотя темп жизни в них в несколько раз более активный, чем в России. «Первые люди жили дольше». Книга «Бытие» 5.5. «Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер». «Был и рекордсмен-долгожитель». Книга «Бытие» 5.27. «Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер». «После потопа жили намного меньше». «Бытие» 25.7. «Дней жизни Авраамовой, которой он прожил, было 175 лет». Книга «Бытие» 47.9. «Иаков сказал фараону, «Дней странствования моего 130 лет, малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». Притча 3.1.2. «Сын мой, наставления моего не забывай, и заповеди мои дохранит сердце твое». «Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». Непонятно, откуда Давид вывел, что срок жизни человека 70 лет. «Может, от своего царства». Псалом 89.10. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Второе царство 5.4. «Тридцать лет было Давиду, когда он воцарился, царствовал 40 лет». Третье царство 22.42. «Тридцати пяти лет был Иосафат, когда воцарился, и двадцать пять лет царствовал в Иерусалиме». «Казалось бы, чего не царствовать, живив свое удовольствие хотя бы сто лет, но жизни нет». Четвертое царство 8.17. «Тридцати двух лет был он, Иорам, когда воцарился, и восемь лет царствовал в Иерусалиме». Четвертое царство 21.1.2.16. «Двенадцати лет был Монассия, когда воцарился, и пятьдесят лет царствовал в Иерусалиме, и дел он неугодный о вочах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. Еще же пролил Монассия и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех делать неугодное в очах Господних». Вот персоны, известные миру, из которых никто не дожил до уреченных 70 лет. Нерон Клавдий Цезарь 37.68. Римский император с 54-го года, 31 лет, 31 год прожил. Александр Невский, около 1220-го, 14 ноября 1263-го года, 43 года прожил. Романов Алексей Михайлович, 19 марта 1629-го года родился, умер 29 января 1676-го года. Прожил 47 лет. Русский царь с 1645-го, сын Михаила Федоровича, первого царя. Аввакуум Петрович Кондратьев, родился в 1620-м или 1621-го, 14 апреля 1682-го года, умер. Прожил 62 года. Лютер Мартин, родился 10 ноября 1483-го года, умер 18 февраля 1546-го года, прожил 63 года. Бах Иоганн Себастьян, родился 21 марта 1685-го года, умер 28 июля 1750-го года, прожил 65 лет. Моцарт Вольфган Амадей, родился 27 января 1756-го года, умер 5 декабря 1791-го года, прожил всего 35 лет. Тихон Василий Иванович Белавин, родился 31 декабря 1865-го года, умер 7 апреля 1925-го года, прожил 60 лет. Троцкий, ЛД, Бронштейн, 1879-1940-е годы, прожил 61 год. Гоголь Николай Васильевич, родился 1 апреля 1809-го года, а умер 4 марта 1852-го года, того прожил 43 года. Дарве, родился 6 января 1832-го года, умер 23 января 1883-го года. Французский график, прожил 51 год. Павел I, родился 20 сентября, по старому стилю, 10 октября 1754-го года, умер 12-го по старому 24-го марта 1801-го года, и того прожил 47 лет. Российский император с 1796-го по 1801-е годы, сын Петра III и Екатерины II, имел сыновей Александра, будущий император Александра, Константина, Николая, будущий император Николай I, Михаила и 6 дочерей. Наполеон I, Наполеон Бонапарт, родился 15-го августа 1769-го года, умер 5-го мая 1821-го года, и того прожил 52 года. Пушкин Александр Сергеевич, 6-го июня родился в 1799-м году, а умер 10-го февраля 1837-м году, прожил 37 лет. Лермонтов Михаил Юрьевич, 15-го октября родился в 1814-м году, а умер 27-го июля в 1841-м году, прожил всего 27 лет. Кольцов Алексей Васильевич, родился 15-го октября 1809-го года, умер 10-го ноября 1842-го года, прожил всего 33 года. Насан Семен Яковлевич, родился в 1862-м году, видимо в декабре, а умер 31-го января 1887-м году, прожил всего 24 года. Белинский Виссарион Григорьевич, родился 6-го июня 1811-го года, умер 7-го июня 1848-го года, прожил 37 лет. Никитин Иван Савич, родился 21-го сентября, по-старому 3-го октября, умер, а, нет, родился в 1824-м году, а умер 16-го по-старому, 28-го октября 1876-го года, прожил всего 37 лет. Ушинский Константин Дмитриевич, родился 2-го марта 1824-го года, умер 3-го января 1876-го года, прожил 46 лет. Писарев Дмитрий Иванович, родился 14-го октября 1840-го года, умер 16-го июня 1868-го года, прожил всего 28 лет. Николай I Николай Павлович, родился 6-го июня 1796-го года, умер 2-го марта 1855-го года, прожил 59 лет. Александр I родился 23-го декабря 1777-го года, умер 1-го декабря 1825-го года, прожил 48 лет. Российский император с 12-го марта 1801-го года, старший сын Павла I, вступил на престол после убийства Павла I в результате дворцового заговора, был женат 1793-й год на дочери Марк Графа Боденского, Луизе Марии Августи, принявшей имя Елизаветы Алексеевны, 1779-й, 1826-й годы жизни, того 47 лет. Александр II, 29-го апреля 1818-й год, родился, умер 13-го марта 1881-го года, прожил 63 года, российский император. Александр III, родился 10-го марта 1845-го года, умер 1-го ноября 1894-го года, прожил 49 лет. Российский император с 1-го марта 1881-го года, второй сын Александра II, после смерти старшего брата Николая в 1865-м году, стал наследником престола, женился в 1866-м году на дочери датского короля Кристиана, 9-го Луизе Софии Фредерике Дагмаре, принявшей имя Марии Фед. Федор. Петр I Великий, родился 30-го мая, по старому стилю, 9-го июня, 1672-го года, умер 28-го января, по старому стилю, 8-го февраля, в 1725-м году, и того прожил 53 года, русский царь с 27 апреля 1682-го года, российский император с 22 октября 1721-го года, единственный сын царя Алексея Михайловича от второго брака с Н.К. Нарышкиной, был дважды женат в 1689-м, в 1698-м на Евдокии Федоровне Лопухиной, и в 1705-м, в 1725-м, на марте, в Скавронской, позднее императрица Екатерина I, имела от первого брака сына Алексея Петровича, и от второго дочерей Анну и Елизавету Петровну, кроме них 8 детей, они умерли в раннем детстве. Ползунов Иван Иванович родился в 1728-м году, 16-го, по старому стилю, 27-го мая, а умер в 1766-м году, прожил всего 38 лет. Пётр II Алексеевич родился 12-го, по старому стилю, 23-го октября 1715-го года, а умер 18-го, по старому, 29-го, января 1730-го года, прожил 15 лет, российский император с 1727-го года, сын царевича Алексея Петровича и принцессы Софьи Шарлотты Бланкенбургской, Вольфенбютельской, внук Петра I Великого. В первые месяцы правления Петра II власть фактически находилась в руках Ады Меньшикова. После ссылки Меньшикова в сентябре 1727-го года Пётр II под влиянием старой боярской аристократии, князья Долгоруковы и другие, объявил себя противником преобразования Петра I. Уничтожали созданные Петром I учреждения. Царский двор находился в Москве. Пётр II был обручён с княжной Е.А. Долгоруковой. Во время подготовки коронации умер от оспы. С ним по мужской линии кончился род Романовых. Пётр III Фёдорович или Фёдорович Карл Пётр Ульрих родился 10-го по старому 21-го февраля 1728-го года. Умер 7-го непонятно какого по старому стилю 18-го июля 1762-го года. У этого прожил всего 34 года. Российский император с 1761-го по 1762-й годы. Сын Гольнштейн Готорбского герцога Карла Фридриха и дочери императора Петра I Великого Анны Петровны. В 1742-м году российский император Елизавета Петровна, тётка Петра I, объявила его своим наследником. Российская императрица Российская императрица Елизавета Петровна, тётка Петра III, объявила его своим наследником. В 1745-м году вступил в брак с принцессой Софьей Фредерикой Анхальд-Цербской, будущая императрица Екатерина II. Создали оппозицию гвардии, которой возглавила его жена Екатерина. Был свернут с престола, арестован, отправлен на мызу Ропшу, где вскоре был убит сведома Екатерины. Дворцовый переворот 1762-го года продлил необоснованные, а, простите, породил необоснованные слухи о том, что Пётр III был свергнут дворянами за намерение освободить крестьян. Под именем Петра III выступали многие самозванцы, в том числе Е и Пугачёв. Кутузов Михаил Ларионович родился 16 сентября 1745-го года. Умер 28-го апреля 1813-го года. Прожил 68 лет. Маркс Карл родился 5-го мая 1818-го году, а умер 14-го марта 1883-го года. Прожил 65 лет. Николай II Николай Александрович Романов родился 18-го мая 1868-го года. В ночь 16-го на 17-го июля 1918-го года расстрелян в Екатеринбурге. Прожил 50 лет. Колчак Александр Васильевич родился 4-го по старому стилю 16-го ноября 1874-го года. Умер 7-го февраля 1920-го году. Прожил 46 лет. Ленин Ульянов Владимир Ильич родился 10-го по старому стилю 22-го апреля 1870-го года. А умер 21-го января 1924-го года. Прожил 54 года. Свердлов Яков Михайлович родился 22-го мая по старому стилю 3-го июня 1885-го года. Умер 16-го марта 1919-го года. Прожил 34 года. Дзержинский Феликс Эдмундович родился 11-го сентября 1877-го года. Умер 20-го июля 1926-го года. Прожил 49 лет. Луначарский Анатолий Васильевич родился 23-го ноября 1875-го года. Умер 26-го декабря 1933-го года. Прожил 58 лет. Гитлер настоящая фамилия Шик Лен Шик Лен Шик Лен Адольф Родился 20-го апреля 1889-го года. Умер 30-го апреля 1945-го года. Прожил 56 лет. Геринг Герман Родился 12-го января 1893-го года. Умер 15-го октября 1946-го года. Нюрнберг прожил 53 года. Геббельс Йозер Пауль Родился 29-го октября Пауль Простите Йозеф 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 Геббельс имя Йозеф Пауль 29-го октября 1897-м году родился а умер 1-го мая 1945-м году. Прожил 48 лет. Нобель Альфред Бернхард родился 21-го октября 1833-го года. Умер 10-го декабря 1896-го года. Прожил 63 года. Есть и дожившие до назначенных 70-ти лет, но воспользовались ли они своим правом прославить Христа при жизни своей. Сергей Радонежский до принятия монашества Варфоломей Кириллович около 1321-го года. Умер 25-го сентября 1391-го года. Итого прожил 70 лет. Никон патриарх светское имя Никита Минов. Родился в 1605-м году, а умер 17-го по старому стилю. 27-го августа 1681-го прожил 76 лет. В 19-ть лет стал священником в своем селе. Суворов Александр Васильевич родился либо в 1729-м либо в 1730-м. А умер 18-го мая в 1800-м году. Того прожил 70 лет. Дальф Владимир Иванович родился 10-го по старому стилю 22-го ноября 1801-го года. А умер 22-го сентября по старому 4-го октября 1872-го года. Итого прожил 71-го год. Русский писатель, врач, лексикограф, энтограф был в дружбе с Александром Сергеевичем Пушкиным. Присутствовал при его кончине, собрал пословицы русского народа, включавший более 30-ти тысяч пословиц и поговорок прибауток. До полувека Даль отдал работе на сон своим трудом, толковым словарем живого великорусского языка. Не на сон, а на основным трудом. отдал работе над основным своим трудом, толковым словарем живого великорусского языка, Томас 1-го по 4-й в 1863-м году. Закончил, видимо, 66 лет, содержащим около 200 тысяч слов. Сергий Иван Николаевич Строгородский родился 23 января 1876-го года, а умер 15 мая 1944-го года, прожил 77 лет, патриарх Московский и всея Руси. Крылов Иван Андреевич родился 13 февраля 1769-м году, а умер 21 ноября 1844-м году, прожил 76 лет. Гюго Виктор Мари родился 26 февраля 1802-го года, а умер 22 мая 1885-го года, прожил 83 года. Ньютон Исаак родился 4 января 1643-го года, умер 31 марта 1727-го года, прожил 84 года. Дарвин Чарльз Роберт родился 12 февраля 1809-го года, умер 19 апреля 1882-го года, прожил 73 года. Шоу Джордж Бернард Альберт родился 26 июля 1856-го 1856-го году, а умер 2-го ноября 1950-го года, прожил 94 года. Энштейн Альберт родился 14 марта 1879-го году, а умер 18 апреля 1955-го года, прожил 76 лет. Хрущев Никита Сергеевич родился 17 апреля 1894-го года, умер 11 сентября 1971-го года, прожил 77 лет. Марцинковский Владимир Филимонович родился в 1884-м году, а умер в 1971-м прожил 87 лет. Адена У.Р Конрад родился 5 января 1876-м году, умер 19 апреля 1967-м 1967-м году, прожил 91-м год. Павлов Иван Петрович родился 14-го по-старому 26-го сентября 1849-го года, а умер 27-го февраля 1936-го года, прожил 87-м Толстой Лев Николаевич родился 28-го августа по-старому 9-го сентября 1828-го года, а умер 7-го по-старому стилю 20-го ноября 20-го ноября 1910-го года, прожил 82-го года. Черчилль, Уинстон, Леонард, Спенсер родился 30-го ноября 1874-го году, а умер 24-го января 1965-го году, прожил 91-го год. Эйзенхауэр Дуайт Дэйвит родился 14-го октября 1890-го года, а умер 28-го марта 1969-го года, умер, прожил 79-го лет, Сталин Джугашвили Иосиф Виссар родился 21-го декабря 1879-го года, умер 5-го марта 1953-го года, и того прожил 73-го года. Ким Ир Сен Мао Цзэдун родился 15-го апреля 1912-го года, умер 8-го июля 1994-го года, прожил 82-го года. Мао Цзэдун Мао Цзэдун родился 26-го декабря 1893-го года, умер 9-го сентября 1975-го году, прожил 82-го года. Чан Кай Ши родился 31-го октября 1887-го 31-го Чан Кай Ши Чан Кай Ши родился 31-го октября 1887-го году, умер 31-го октября в 1975-м году, прожил 88-го лет. Псалом 101-25 я сказал, Боже мой, не восхите меня в половине дней моих, твои ли та в роды родов? Сирахов 19-8 Число дней человека много, если сто лет, как капля воды из моря или крупинка песка, так малы лета его в дне вечности. Матфея 16-26 Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою? Псалом 49-22 Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил, и не будет избавляющего. Сирахова 38-28 Жизнь человека определяется числом дней Премудрость Соломона 2-1-2 стихи Неправоумствующие говорили сами в себе. Коротка и прискорбна наша жизнь, и нет человеку спасения от смерти, и не знают, что бы кто освободил из ада. Случайно мы рождены, и после будем как не бывшие, дыхание в ноздрях наших дым, и слово искра в движении нашего сердца. Сирахов 45-8 Есть между ними такие, которые оставили по себе имя для возвещения хвалы их, и есть такие, о которых не осталось в памяти, которые исчезли, как будто не существовали, и сделались как бы не бывшими, и дети их после них. Псалом 89-12 Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Сирахова 8-39 Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. Вошли Вошли уже в историю, хотя и, простите, вошли уже в историю, хотя не повсеместно, под поясок рубашки на выпуск по старинке, в три погружения уже повсюду ныне крестят, в чем явно преуспели, о том сильнее крикнем, что сделали еще, сумели отличить, что сделали еще, сумели отличиться, за что боролись, а теперь вкушаем. Конечно, дисциплина, все идеально чисто, конечно, община, пока что небольшая, но труд, затраты могут окупиться, когда душа у веровав приносит раскаяние, некрашенные сестры, небриты братьев лица, с тех первых дней и стонов окаянных, и каждый, все на курсы к нам ходили, исследовали Библию, приняли толкование, в те времена не знали про мобильник, заочного не знали с врагами расставания, «Кто за наживой бросился, базар таких увлек, от них для псов одни колбасные обрезки, огонь давно погас, остыл и уголек, ушли и вымелись с невообразимым треском, у общины историю фиксирует дневник, придерзким и завистливым здесь было неуютно, фамилии отступников и фото все для книг, но вспоминая горести припомнишь и беспутных, для тайной исповеди находили место, библейское читается по-русски с выражением, презрителям устава выговорят резко, к лукавым, к непослушным в ползает отторжение, у общины уже оформившийся вид, и груди два завета, подобные башням стражи, на русском, на понятном к нам муэдзин давит, а секты разномастные, давно уже не страшны. Похоже на осколок апостольских времен, помятая канонами глубоких богослужений, помятая канонами глухих богослужений, богоприимцем станешь, как старец Симеон, и впереди не отдых, а множество страданий. 7 апрель. А множество сражений, простите, седьмого апреля. Ты прочитай последний Сергей, прочитай, ты его скулемал, никакой. Похоже на осколок апостольских времен, помятая канонами глубоких, простите, устал. Похоже на осколок апостольских времен, помятая канонами глухих богослужений, богоприимцем станешь, как старец Симеон, и впереди не отдых, а множество сражений. 7 апреля 2006 год Игнатий Лапкин все все на сегодня с богом с богом спроси Христосу за помощь с богом с богом о, какие терпеливые не какие еще с богом еще в в в в в в в в в с в в в в в в в в Продолжение следует...